В числе делегатов Ирина Федечко, заместитель заведующего универсама Мальбрихтовски, одного из ведущих торговых предприятий города, открытого акционерного общества «Северпинск». В сфере торговли Ирина Николаевна уже 15 лет. За эти годы она прошла путь от простого продавца до заместителя заведующего крупного торгового предприятия. Сначала закончила техникум, а совсем скоро получит диплом об окончании Гомельского кооперативного института. Я очень рада, что коллектив «Северпинск» выдвала меня в делегаты на 5-е Всебелорусское народное собрание. Для меня это очень большая честь. Я единственный представитель сферы торговли, которая будет в составе делегации. И для меня очень важно услышать вопросы, связанные с сферой торговли, и потом, естественно, рассказать нашим коллегам. Ирине будет чем поделиться с коллегами. Торговля – одна из самых динамично развивающихся сфер экономики города. И предприятие, в котором трудится молодой специалист – яркое тому подтверждение. В последние годы наше предприятие развивается. Произведены ремонты в магазинах. Вот и на данный момент у нас тоже должен произвестись ремонт. Заменено должно быть полностью торговое оборудование, холодильное оборудование. Всё это делается для улучшения качества обслуживания наших покупателей. Сегодня перед торговлей стоит немало сложных и ответственных задач. И молодой руководитель, под чутким руководством старших коллег, готова принять в процессе динаминации самое активное участие. На данный момент мы подготавливаемся к динаминации. Заменены кассовые аппараты. И мы делаем всё возможное, чтобы наши покупатели не испытывали никаких неудобств. Участие в важнейшем форуме государства станет главным событием в жизни Ирины Федечко. Но она готова к возложенной на неё почётной и ответственной миссии. Я, конечно, очень волнуюсь, потому что это очень важное событие. И мне бы не хотелось подвести ни наш коллектив, ни наш город. Имя неоднократного чемпиона мира по карате, обладателя самых престижных в этом виде спорта титулов, Дмитрия Грачёва, хорошо известно не только пинчанам. И его выдвижение делегатом 5-го Всебелорусского народного собрания – заслуженная честь. Я горд, что я поеду на это собрание делегатом от города Пинска. Так как я действительно очень предан своему городу, своему клубу. И я фанат своей родины, своего города. И мне приятно, что я буду представлять этот город на Всебелорусском народном собрании. Мы гордимся своим земляком, который сегодня не только воспитывает юных спортсменов. Он активно работает в городском совете депутатов. Именитый спортсмен – патриот своего города. Он продолжает прекрасные традиции своего родного клуба «Эдельвейс» и всего спорта нашего города. У нас действительно есть очень хорошие базы и условия для развития спорта в городе. И в республике этому уделяется и главой государства. Действительно, внимание в большом объеме. Не всегда может быть так, как хотелось бы нам, профессионалам, которые мы знаем изнутри какие-то вещи. Но отдать должное, что... Ну и хотелось бы услышать, может быть, и от главы государства отдать должное, что услышать дальнейшее развитие вообще спорта как такового у нас в стране. Дмитрий не скрывает гордости от того, что будет представлять родной город в команде с самыми достойными земляками, которых пинчане избрали на главный, судьбоносный для будущего Беларуси всенародный форум. Но, как всегда, готов к высокой ответственности. Нужно быть профессионалом во всем. Можно в каких-то вещах, в узких специальностях не разбираться. Но у меня есть свой подход, есть своя жизненная позиция. И я рассчитываю, что те вещи, которые я черпану от этого Всебелорусского народного собрания, прежде всего я, конечно же, приеду и расскажу это и коллегам, и людям, которые профессионалы и в спорте, и разных структур. Продолжение следует...